СПОНСОР ПОКАЗА ХАНЗА Спонсор показа торговая марка Слободан Долгожданное воскресенье, конечно же целую неделю нам приходится ждать друг друга, наши уважаемые любимые телезрители Я вас с нетерпением жду, честное слово, искренне, я всю неделю не ем уже, начинаю, посмотрите, худеть уже скоро мне из-за фартука, видно не будет, потому что я действительно не ем и жду встречи с вами Конечно, у нас есть еще повторы нашей программы, это тоже один из дополнительных бонусов Азбуки Вкуса на РТР Молдова Плюс к тому же, если уже говорить серьезно, то вы можете в любой момент зайти на наш официальный сайт РТР Молдова rtr.md, заходите в рубрику передачи, находите Азбуку Вкуса вашу любимую и просматривайте все рецепты от начала до конца и готовьте на здоровье вам и вашим близким Сегодня у нас будет удивительная смесь, удивительная смесь, которую мы будем готовить вот так вот, знаете, как говорят, сковорода Vogue, сковорода, которую китайцы придумали, да, это все вот будет у нас жариться на масле Мы приготовили стир-фрай, что в принципе переводится изначально как жарь-помешивая, жарь-помешивая все время, то есть постоянно помешивают вот эти вот китайские фастфуды, смотрите, они постоянно там Да, ну как у нас огня сегодня? Ну, у нас как бы огонь будешь ты сегодня, да, ты будешь сегодня огоньком, мы это делаем все, так сказать, более-менее цивильно Вот, приготовим его, конечно же, с морепродуктами этот стир-фрай, для этого нам понадобится большое количество овощей, но для начала подождите, дайте я вам представлю, кто у нас сегодня в программе, посмотрите, я думаю, что это прекрасное создание с восточным оттенком и молдавскими корнями вы уже узнали Наталья Доменко, привет! Привет! Во-первых, спасибо тебе большое за то, что ты согласилась стать гостей программы, за это тебе отдельное спасибо С радостью! Да, а для меня это тоже радость, потому что я все-таки надеюсь, что мы сегодня с твоей помощью дадим мастер-класс не только по приготовлению стир-фрая в домашних условиях, но и легкий мастер-класс восточного танца, ведь ты лучшая Я знала бы, что по жизни без танца мне никуда, да? Ну ты знаешь, это у меня тоже время шуток требует, понимаешь, то есть как бы, мало того, сейчас, когда я начал работать еще на телевидении в кулинарной программе, а это вы тоже смотрите, да? Так вот, меня просят теперь дома готовить, я теперь и дома готовлю, понимаете? Все, все встало на суток Ну теперь ты всем хорош Да, теперь все уже, и шутят, и дома готовят, надо же Ну это будет в какой-то удобный для нас момент, морепродукты все-таки это было твое желание, и я как послушный ведущий решил тебя послушать Спасибо! Да, и приобрел целый морской коктейль, потому что ты сказала, что все вот эти вот штучки-дрычки морские ты очень любишь Как ты их назвал, кракозябрики? Кракозябрики, конечно Они вкусняшки, не кракозябрики, они очень полезные То, что они полезные, кстати, это правда Вот, и не калорийные, можно кушать их полезно Сразу поняла, что они полезные, или это в каком-то, на каком-то этапе, в каком-то возрасте у тебя наступило такое? Вот, в том этапе, когда гуляла по Китаю и Малайзии, вот прям поняла Ты ж была в Китае И в Малайзии Ты ж моя малайзийская китаянка Так, ты видела, как готовила китай? Конечно, видела, и кушала каждый божий день Так мы сейчас тебе напомним, когда это было, потому что на самом деле это правда, в Индии говорят, что вкус может тебя поместить То есть это машина времени Слушайте, фантастическая плита Ханса, извините, сейчас немного рекламы У меня тут, я сейчас на крышках буду играть Моментально все, посмотрите, раз, и вода закипела Так, нам для второго блюда понадобится отварить яйца, я поэтому их пока заброшу сюда Вот, кракозябрики мы пока, собственно говоря, отставим Я предлагаю тебе взять в руку нож, если ты как бы не боишься Не боишься ножей? Нет, я тебе дам сейчас нож Не боюсь Вот такой вот большой и красивый Ну как я и ты, большой и красивый Красивая Вот, я тогда предложу тебе морковку нарезать Знаешь как, а ты знаешь как, нам нужны такие вот, как бы ломтики по диагонали Знаешь, то есть вот если не кружочки-кружочки, а прям ломтики Понятно Вот, а я пока буду куриные яйца Осторожней По-моему ты его разбил Бросать в воду Боже, боже Ничего Ничего, держись мы с тобой Ну да Потери на производстве Потери Так, давайте я пока на талию Немножко парилочки такой Расскажу нашим телезрителям, что же будет у нас вторым блюдом Второе блюдо на самом деле готовится очень быстро На самом деле оно мне кажется еще безумно вкусным Мало того, что стир-фрай я подам в принципе по китайскому рецепту с рисом Я сейчас жду пока закипит вода у нас в большой кастрюле Вот на гарнир Само блюдо стир-фрай, давайте с него тогда начнем Значит, что это такое Это смесь овощей, которая очень быстро, легко готовится на сковороде волк Да, вот такой вот вогнутой, волкнутой сковороде Волк 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 Поэтому мы вначале приготовим все ингредиенты Мы сейчас это все нарежем Я Наталье сейчас тоже помогу Ингредиенты могут быть совершенно разные Главное овощи Это может быть стручковая фасоль Это может быть как у нас допустим сельдерей, кабачки, перец и морковь Все, что твердых достаточно пород, овощей, вы можете А рис к чему? А все с рисом будет? Да Прям тайская красота Да, но мы не будем это смешивать с рисом Рис у нас отдельно на гарнир пойдет, а здесь у нас будут они как бы тамиться Понятно И на второе блюдо, которое я назвал восточный секрет Вот, нам понадобится, значит, 10 отварных яиц, которые мы, естественно, что сделаем? Отварим Уже? Ну, они уже начали Уже? Да Вот, потом мы, значит, когда они уже у нас сварятся, мы очистим их, разлежем пополам Желтки отдельно оттуда вытащим Вот, и вот желтки, потом у нас есть специальный майонез, специальный, чесночный Потом кетчуп, потом вот филе сельди, да, вот это все мы это как смешаем И сыр, да, вот это мы все смешаем в единородную массу И затем этой массой заполним Да, такие штуки Сверху мы это все украсим оливками Сытно, вкусно, практически не так калорийно Потому что единственный калорийный, который здесь могут придать, это чуть-чуть сыра, но опять же это полезные жиры А если говорить о майонезе и о кетчупе, друзья, то здесь уже вообще здесь полная гарантия Потому что Слобода это живая еда И майонез, который мы сегодня будем использовать, тоже настоящий, чесночный Который придаст удивительный вкус вашим блюдам Мало того, кетчуп у нас тоже обладает безумным количеством витаминов Особенно В и С Напоминаю, что каждый абсолютно продукт торговой марки Слобода Прошел органический контроль И это означает, что их качеству можно доверять Никаких ингредиентов лишних Никаких пестицидов Никаких добавок химических Все на натуральной основе И если вы берете, допустим, шашлычный кетчуп Или вы берете майонез То знайте, что это настоящая живая еда И вам от нее будет только настоящая польза Но вот сегодня Слобода чесночный соус будет нашим героем Кетчуп будет нашим героем И, конечно же, растительное масло, которое настолько удобно сделали и передумали дизайнеры Держать в руках И вот как раз мы сейчас, когда нарежем все наши овощи для стир-фрая по-китайски Мы уже зальем это масло и начнем постепенно уже поджаривать первую часть и первую порцию Так, а я в это время тоже займусь полезным делом Потому что все это нам, конечно, безумно поможет Я вот думаю, что крышкой временно этот вот спрячу Ты не скажи, Наталья, пожалуйста У тебя вкус детства, это вкус чего? Картошки Какой? Жареный А, просто жареный Я была маленькая, я ходила везде, где танцевала Моя мама или где работала я Знаешь, мне, честно говоря, извини, я здесь вот так шуточку добавлю Мне кажется, что ты вообще не ходила, ты всегда танцевала Мне кажется, что ходила, это не про себя Мне кажется, что куда бы ты ни направлялась, ты везде направлялась в танцы Да, направлялась в танцы танцевать Да, направлялась в танцы танцевать И все меня знали, что поскольку ребенку надо кушать Единственное, что я хочу кушать, так это жареную картошку Во всех заведениях, где мы не находились Я всегда заходила первая на кухню, как хозяин Я садилась за стол и говорила, что картошку, просто подавали картошку. И получается, что ты прекрасно фигуру сохранила благодаря картошке? Нет, я подросла и поняла, что нельзя лопать столько картошки. В жареном виде, да? Да. Потом я немножко успокоилась. Но когда я была маленькая и нам все можно, я не останавливалась. Так сейчас у тебя есть какие-то конкретные ограничения по идее? Нет. Нет, но немного. Всего по чуть-чуть. Ты замечаешь какие-то колоссальные изменения? Я всю жизнь привыкла кушать часто и по чуть-чуть. Меня от этого уже не надо учить, хотя я пыталась, но... Я тебе скажу, на самом деле, многих невозможно научить есть часто и по чуть-чуть. А я вот как раз тот человек, который кушает по 4-5 раз в день, по 3 гроздочки чего-нибудь и успокаиваюсь только. Хорошо. Опиши мне, пожалуйста, вот все-таки словами, знаешь, как вот, ну скажем, вот представь, что по ту сторону у нас аудитория большая, это все наши телезрители, и те, которые потом в интернете нас смотрят на ютубе. Восточный танец. То есть, как ты к этому пришла, да? Что это для тебя? Это же совершенно другая культура. То есть, это надо изучать. Когда он появился? Возможно, ты знаешь какую-то историю его появления. Как он тебя лично зацепил? Лично меня он зацепил, когда я была очень маленькой. Это был такой нечестный трюк, наверное. Так. Потому что мне было всего два с половиной года, когда я уже начала танцевать восточный танец. Конечно, это мама все, потому что мама уже тогда танцевала. Она была тот человек, который начал познавать это искусство танца. Я заинтересовалась. Я же говорю, нечестно, мне было два года. Ну и после этого… Втянули тебя в общем. Да. И каждый раз, когда у меня была температура, и меня не пускали на сцену, был невероятный скандал, который повышал мне температуру, слезы и все такое, поэтому легче было пустить ребенка потанцевать. И ты сразу… То есть, ты не проходила школу, там, классический бальник танцев, не знаю, современных танцев. Конечно, проходила. Когда все ламбаду, понимаешь ли, танцуют, а Наташа что? Наташа… Офа, не хватит. Нет, Наташа балет-дэнс танцевала пока не выросла до того момента, что можно пойти в какую-то танцевальную школу. Соответственно, меня отдали на балет, балетную студию для детишек. Ну и дальше уже, конечно, хореографическое образование, колледж, все такое. Ну, восточный танец – это, получается, сугубо женский танец, да? Нет, 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 нет. На Востоке танцуют, кстати, восточный танец и мужчины, и, кстати, намного больше мужчин, по крайней мере, преподавателей. Ничего себе, что же их так редко видно? Ну, у нас их редко видно, а там видно в основном только их. И как они как преподаватели? Они такие звезды в Египте, я тебе скажу, что даже в Макдональдсе они рекламируют Макдональдс, вот как у нас, я не знаю. Танцоры? Восточные танцоры? Настолько известны их лица, что ты едешь по Каиру, я была в Каире, едешь по Каиру, и вот он просто он везде. То есть реально как у нас герои? Как у нас Киркоров. А, то есть прямо такого масштаба? Да, да, да. У них свои шоу, свои полные залы, свои истории, свое все, да. Так, хорошо, восточный танец ни на что не променяешь никогда. Неправда. Я его не меняю, я себя дополняю какими-нибудь еще стилями танца, то, что мне очень приятно. А когда ты решила все-таки, или это опять же мама, вытащить себя на первый конкурс, скажем, ну ладно, местного, да, разлива? Местного. Ну такие как бы международные конкурсы, это уже как бы это действительно заявка сильная, то есть это надо было понимать уровень, то есть надо было где-то смотреть на каких-то лидеров, да. Мне кажется, что когда исполнитель, допустим, хочет там победить, не важно, допустим, в Евровидении, да, то есть он, естественно, как бы слушает какие-то там сильные композиции, на что ориентироваться. Как здесь быть в восточных танцах? Что происходит на чемпионатах? Как понять, кто лучше танцует? Что вообще как бы оценивается в восточных танцах? Ну для этого, конечно, нужно ездить. Ездить, пару раз удариться лбом. Я помню свои первые конкурсы, свои первые чемпионаты, я вообще была на другой планете, девушка из Молдовы, которая побывала, конечно, на мастер-классах в Египте и в Турции, но чемпионаты, особенно что касается в России, там другие требования, другие ожидания, нужно понять, чего от тебя хотят эти люди. Ну я пару раз, конечно, так стыкнулась, ну и поняла, в принципе, что все, у каждой страны страшный стиль, даже belly dance. А пусть belly dance, но в Египте он один, в России другой. А, то есть отличается даже стиль. В Молдове мне приходится, да. Ничего себе. Как у нас водичка будет закипать, а не будет закипать. Это же Ханса, конечно, будет. Не, так она будет, потому что эта-то уже кипит, как бы мне вот та вот очень важна, чтобы мы могли туда уже закинуть рюс, и он, в принципе, готовился к тому, чтобы остывать. Так, что у нас дальше? Мы должны будем приготовить специальный еще соус для нашего стир-фрая. Вот сейчас я уже готовлюсь залить масло, чтобы оно уже по чуть-чуть начало разогреваться, потому что мы вместе с очень уважаемые наши тележрители сегодня готовим блюдо по китайской технологии. Они когда-то это все придумали. Сейчас большинство так называемых китайских забегаловок это используют уже в качестве фастфуда. И вообще, честно говоря, вот тот, вот китайский фастфуд, который, мне кажется, одним из самых полезных фастфудов вообще среди всех фастфудов, вот именно почему-то китайцев. Он, конечно, они любят жареное, не спорю. Они любят свиньи, жирные. Да, да, у них много всего. Но, тем не менее, лучше, чем наш фастфудный. Да. Ну, хотя, честно говоря, у нас же тоже, у нас все наши пациенты, национальные блюда, это тоже как бы жареное. Итак, друзья, хотите же быть здоровыми? Так вот, посмотрите, живая еда, растительное масло слабода, действительно, удобная ручка. И вот так вот можно как чемпиону просто ее держать в руках. А если говорить серьезно, то как раз необходимый комплекс витаминов омега-9 поможет, поможет. Нормально сказал, ведущий тоже нет. Помогут вам, уважаемые наши телезрители, обрести здоровье ваших волос, цвета кожи, ногтей, зубов. Мир станет гораздо прекрасней, и все потому, что нету никаких пестицидов, никаких химических добавок. Абсолютно натуральный продукт, все абсолютно живое. Живая еда, слабода, и в том числе растительное масло, которое, слабода, которое мы уже залили сюда. И скоро здесь у нас все начнет шкварчать и закипать. Наталья Думиненко, так сказать. Да, мне так не крупно, но я смотрю, что ты очень ловко справляешься с морковкой. Я бы, наверное, и, возможно, ее бы еще пополам вот так вот, если можно. Хорошо. И тогда руби. Рубим. Включай, я пока водичку посолю для нашего риса. Вот. И как раз пока мы на этапе чуть-чуть подсолить воду, дорезать морковь, далее мы приступим, во-первых, к нарезанию уже перцев и начнем это все забрасывать сейчас, чтобы оно все уже шкварчало и кипело. Оставайтесь с нами на канале РТР Молдова. У нас небольшая реклама, после чего Асбукавкуса продолжит удивлять вас красотой Востока и тайнами Китая. Вкусняшка. Итак, вот сейчас наступает тот самый важный момент. Важный момент в приготовлении по китайской технологии stir-fry. Просто перевели уже, так сказать, на английский язык. По-китайски, наверное, будет звучать очень как-нибудь странно. А вот сейчас в разогретую сковороду мы должны будем плюхнуть на буквально на 2-3 минутки наши морпродукты. Наталья, если ты хочешь это сделать, то делай, я отойду. Это что, давай бросай. Вот и все. Все, я думала, страшнее будет. Все боялись. Ну я немножко, так сказать, немножко, значит, перегасил эту скорость сковороды, хотел сказать, нагревание сковороды. Так, сюда, значит, в эти морпродукты, уважаемые наши телезрители, вошли. Смотрю. Мидии, осьминожки, кальмары, креветочки. Вкусные такие, полезные. То, что вот Наталья говорит, как раз они прям... Вкусненькие вкусненькие. Да, их можно есть сколько хочешь, и они безумно полезны. В это время, я так думаю, что мы как раз остановим кипение и варенье куриных яиц. Параллельно у нас, смотрите, я прям как осьминог, варится у нас рис на медленном огне. Итак, что мы сделаем? Мы буквально сейчас вот минутки три-четыре поджарим наших монстриков, вот этих вкусных. Вот. Потом их переложим в миску. Миску я сейчас тоже приготовлю. И овощи потом, да? Да, потом мы бросим туда овощи, она как раз будет уже нагрета. Овощные градиенты у нас все здесь. Посмотрите, морковь. Значит, мы взяли сельдерей, перец у нас тут. А, кабачки. И все. Вроде все, да. Там мелко нарезали лук зеленый, имбирь и чеснок. Но это у нас будет следующий заход. То есть сейчас, пока у нас немножко прожарятся наши морские чудовища. Кракозяблики. Кракозяблики. Да, вот они у нас немножко сейчас поджарятся, проварятся в этом собственном соусе. Потом мы их вытащим, закинуем туда, значит, овощи. Овощи у нас тоже немножко будут томиться. Во всем этом нужно добавить, согласно рецепту, еще масло. Посмотрите, какое масло слабода удобно. Это какое? Блин. Вот. Мы пока в это время быстренько я еще натру имбирь. Для соуса приготовим соус. Вот. Что у нас будет входить в соус? Значит, у нас для соуса нужно... Совер соус. На соус это точно нам нужно. Вот. Нам нужно еще будет апельсинку вон ту разрезать пополам. Абсолютно верно. Два мы сюда это все смешивать и будем. Апельсинку пополам? Так. Апельсинку пополам. Ты сильная? Так сказать. Но я к тому, что надо будет сок из нее так... Нет, для этого у нас есть ты, но я могу попробовать. Ну давай ты разрежешь тогда ее пополам, а я тогда ее потом это... Выжму. Просто пол сока останется в апельсинке. Только аккуратно береги свои руки, потому что мне кажется, что как не тебе, то есть я имею в виду восточной танцовщице с большим количеством регалий, не беречь вообще как бы все тело, потому что оно у тебя практически, ну в хорошем смысле, видно, прикрывается... Аппарат работы, да? А? Аппарат работы. Да, да, да. То есть у тебя получается как бы надо уже беречь, надо... Что ты делаешь? Ты соблюдаешь определенную диету, ты ходишь в зал, ты ходишь просто на репетиции или тебе настолько хватает своих занятий и репетиций, что у тебя просто ничего больше другого не нужно и на зависть всем ты всегда в прекрасной форме. Я еще не встречала профессионального танцора, который ходит еще и в зал. Извините. Ничего страшного. В основном все, кто танцует по 3-5 часов в день, на зал уже не хочется. Я с тобой здесь согласен и поддержу тебя на самом деле, потому что сейчас-то я не занимаюсь танцами профессионально. Когда, конечно, было, так сказать, в статусе профессионального танцора... Ну, сам скажи, какой зал? Какой зал? Какой зал? У тебя штаны черные, репетиционные, на самом деле были белыми. Просто от своих, так сказать, потных желез. Так, скажи мне, пожалуйста, где ты уже побывала, в каких странах, что ты уже видела, что ты делала? Я так понимаю, у тебя вот уже... Смотри, что скажешь? Индия на носу. А, ну... Хорошо. Я вот сейчас тогда тебе сюда еще имбиря нарежу быстренько. Ладно. Так, где я побывала? Я побывала в Африке. Так. В Малайзии я говорила, в Китае говорила, в Гонконге потому что это считается отдельным... Да? Государственным? Да. Угу. Турция, наверное, уже не считается. Египет тоже, наверное, не считается. На носу Индию предложили. И что ты думаешь о том, что было в Индии? Пойти на индийский... Пляж. Ага. Посмотреть, как они там вернутся или нет. Что скажешь? Я, честно говоря, тебя в этом плане поддерживаю и скажу, что лучше надо. Лучше съездить, чтобы у тебя было, по крайней мере, свое какое-нибудь мнение, свое собственное мнение. И тогда ты сможешь потом вернуться из Индии и рассказать нам о нем. Какой же оно все-таки тебя... Ну, все. Раз я поеду, знай. Только из-за тебя. Да? Хорошо. Вот так вот, друзья, на ваших глазах происходит жизнь наших артистов в программе «Азбука вкуса». Нет, надо же с друзьями посоветоваться. Как так-то? Да, да, да. Скажи мне теперь самый главный, конечно, вопрос. Готовить вообще успеваешь? Готовишь ли? Есть ли какое-то блюдо, которое ты можешь легко приготовить в любое время суток, в любое время дня и ночи? Готовить успеваю редко. Люблю то, что люблю кушать, то люблю готовить. Люблю готовить, но не все. А, то есть ты сама, в принципе, так сказать, себе хозяйка, да? Нет такого, что там... Ну, то есть не капризная, конечно. Нет. Нет у тебя райдера, да? Когда Наталья Доминико приезжает, допустим, на выступление концерта, там райдер, пожалуйста. Да, да, да. 15 щеночков, чтобы ее радовали, да? Я тут хотел сказать про еду, но ладно, 15 щеночков. Нет. 15 щеночков. Я знаю, что какие-то артисты просят, чтобы их встречали в комнате 15 щеночков. Боже мой, это что же за артисты-то такие? Ну, не наши, а американские. А, понятно. Теперь все с ними понятно. Им нужен этот как фэншуй. 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 Кстати, между прочим, фэншуй, к которому все так привыкли, и многие, я знаю, наши телезрители, ой, это не по фэншую, ой, это вот... На самом деле, на самом деле, это страшное название, потому что исконно исторический фэншуй – это культура украшивания могил. Ой. Да, то есть, вот там как бы, вот откуда оно все пошло. Давай мне сейчас сюда вот этот вот соевый соус добавим. Так. Теперь так вот возьми секретно, у нас есть волшебный ингредиент. Нужна, значит, вот так, чтобы никто не видел, это у нас кукурузный крахмал. Нужно полторы чайной ложечки, всегда чайную ложечку, тоже в этот соус всыпать. Вот. А мы тем временем, я так думаю, наших-то уже купающихся в масле крокозябликов сейчас на время вытащим. Давайте, давайте, все, все. Покупались. О, вода, все, согласно абонементу. Сколько заплатили, столько и купаемся. Да, нет, но этим как бы вообще для них вода – это дом родной. Только дай волю, вон, ворчашки, ворчашки. Нет, нет, не вытаскивайте нас, не вытаскивайте. А надо, ребятки, надо. Надо сушиться, сушиться. О системе стиран прай надо. Если кого забыл, вы уж извиняйте. Так, ну что, эти у нас готовы. Опять внимание, в ход идет масло. Слобода! Живая, да, для настоящих чемпионок. И это сейчас я говорю абсолютно серьезно. Добавим немножко масла. И вот теперь, Наталья, наслала время. Да, чайные ложечки. Отлично. И можешь, в принципе, это все перемешивать. Ммм, как здорово у тебя все это получилось. Да. Давай я тогда сейчас, согласно технологии стир-фай, закину сюда наши овощи. Теперь я еще в сковороду. Эй! Воооо, ребятушки! Да, сказали, что сюда можно еще добавить ложечку воды. Я добавлю ложечку воды. Давай две. У нас что-то многовато просто овощей. Думаешь, так мы же люди, нам не жалко. Неправильно. Нам не жалко. Так, вот. Накрывать, не накрывать? Накрывать, не накрывать. Нет, все. Мне кажется, оно должно быть теперь в масле. Мне кажется, что вот здесь вот можно добавить еще масло, в принципе. Ну, давай свое магическое масло. Да, добавим еще масло, чтобы они начали булкать. Вот так прям наливаем без... А, без чемпионского этого? Да. А я в конце. Та-дам! Растительное масло, слабода и волосы, и ногти. Все у нас будет красивее, чем обычно. Потому что именно здесь нужны комплекс Омега-9. И, конечно, многим нашим презрителям, да и вообще людям, особенно после зимы, как мы говорили, необходимо большое количество витаминов, чтобы они могли привести себя в порядок и форму. Как видите, есть небольшой другой секрет. Вот секрет Натальи Домиенко. Это постоянно быть в движении. Да. В чем в движении, я так понимаю, всего тела. Потому что здесь вообще переживать за лишние бока не стоит. Но я слышал, что есть такое... Не только тело, но и духа. Наверное, всегда. Да. Есть такой миф, что восточные танцовщицы, они, в принципе, должны быть мышечками. Это не миф. Просто... Это миф? Меня не обманули? Все правда? Все честно? Все честно. Просто, когда появлялась вот эта культура восточного танца, женщины в то время вряд ли были 90-60-90. Соответственно, все под... не подстроилось под их красоту. А, тогда сразу же подстроились уже непосредственно под женщин. Не стоит наебаться в разничестве. Однажды он поднялся про нас. Вот что так. Я знаю эту песню, я люблю Вашингтин. Вместе с ним, а она у нас. Хорошо. Ты... Танцующий мужчина, восточный танец. Это же не такие же движения, это же другие движения, получается? Мужчина же не может как бы там со змеей танцевать, с кенделябром, с саблей. Ну, что? Куда это здесь? У тебя здесь красота? По движениям мужчина танцует примерно то же. Но, если мужчина танцует... Сахар! Говори. Если мужчина танцует бэлли-дэнс мужского стиля, то это отдать на какой-нибудь фольклорный стиль. У них есть танцы воинов, танцы пастухов, как это ни бы не звучало. То есть, они несут свой фольклор, свои традиции, свои красоту своей страны, наверное. Но также есть мужчины, которые танцуют этот танец по-женски. Ну, восточные мужчины, они же все равно, как бы, вот есть вот это вот понятие восточной красоты, у них совершенно другие параметры. Восточный мужчина такой тоже, как бы, я скажу, загадочный мужчина. Красавцы просто. А, красавцы. Вот видите, это причем женский взгляд. И это они, когда выходят, просто весь зал пищит, кричит так, что аж задеваются. А, да? Да, вот прям то, что как-то, ну, понимаю, что 90% девушки взяли, поэтому ладно. Пусть пищат все равно. Пусть пищат. Так, ну что, для соуса, значит, нам понадобится, уважаемые друзья, во-первых, сюда уже можно добавить соль. Перец. Да, just a moment. Я так думаю, что овощи как раз вот еще и сок упустят. Перец. А, оно ж такое блюдо-то должно быть с перцом. И все такое. Да, так я же говорю. Поэтому, как бы, сам стир-фрай – это безумно полезное блюдо. Для соуса, значит, нам понадобилось имбирь. Берем буквально полторы чайной ложки вот такую вот массу для того, чтобы можно было измельчить его. Сюда у нас в этот же соус попал соевый соус. Соответственно, две чайные ложечки. Мы взяли ложечку, полторы буквально, кукурузного крахмала, ложечку сахара. Вот. И у нас практически соус готов. Теперь мы вот ждем, пока у нас здесь. Ты забыл правильный синовый сок. А, и апельсиновый сок, простите, пожалуйста. Две столовые ложки апельсинового сока. Да. Это для соуса. Мы потом рецепт выставим на экране, и вы это все еще раз прочитаете. Потому что так, по сути, вам кажется, наверное, что здесь всего очень-очень-очень много ингредиентов. Но на самом деле, я вам скажу, их здесь очень много. Не много-много-много. Их просто много. Их просто много. Вот сейчас даем овощам немножко потомиться. В это время я смотрю, что рис тоже у нас где-то там на подходе. Но он медленно варится. Соус у нас готов. И, наконец-таки, я готов тебе раскрыть секрет нашего второго блюда, да? Которое... Которое вот тут остывает. Которое тут остывает. Если ты уже можешь взять их руками, то мы можем... Ну, не совсем. Еще горячие, да? Да. Ну, надо было, как бы, их выочистить. Я, наверное, возьмусь тогда за очистку. Дай им еще немножко. Еще, да? Ладно. Короче, второе блюдо у нас, дорогие друзья, это яйца, фаршированные непростой начинкой. Желток, который мы вынем из них. Да, мы смешаем... Маслинами? Нет, это в конце. Ага. Мы смешаем с селедочкой, с сыром, внимание, с майонезом чесночным от торговой марки Слобода. Чесночный соус у них есть специальный такой вкусный, тоже прошедший органик контроль, да. А ты? Да, как раз все на основе растительных масел. Ничего лишнего, только натуральные ингредиенты. И с кетчупом. С кетчупом тоже Слобода, который богат витаминами В и С. А нам как раз витамины В и С, особенно после зимы, очень как нужен. Вот. А рецепт ты придумал? Рецепт нет? Нет, потому что я знаю, обычно мужчины любят смешивать кетчуп и с майонезом. Это да, но здесь у нас соус. Это во-первых. Во-вторых, сама начинка яйца, она будет просто фантастическая, потому что у нас и наши оливки, они тоже не простые. Внутри каждой оливки живет маленький-маленький анчоус. Понимаете, друзья? Ну, это все после рекламы на канале РТРНОЗОВ. Оставайтесь с нами. Возьмите вкусы. Так, вы посмотрите, какая на самом деле у нас хозяюшка сегодня в гостях, который не только хорошо танцует в восточные танцы, и не только восточные, между прочим, уже думает о том, чтобы сменить привычную картинку нашей столицы и нашей страны на Индию, откуда обещала нам привезти для нашей программы ряд специй. Поймал только что сам себя. Вот. У нас доваривается, значит, рис, и здесь у нас готовится по системе, по технологии китайской stir-fry, то есть жарь постоянно помешивая. У нас готовятся вот такие вот овощи с морепродуктами. Здесь у нас кабачки, морковь, сельдерей, перец, вот, и разнообразный коктейль из морепродуктов. Добавляем теперь соус. А еще лук, имбирь и чеснок. Да, и вот теперь вот мы добавляем вот эту вот штуку под названием соус, куда входит соевый соус. Апельсиновый сок, выжатый вот этими нежными руками Натальи, имбирь еще немножко туда и ложка сахара. И вот теперь это все в четыре руки перемешивается, и пусть она, да, пусть она теперь томится, потому что подавать мы это будем с рисом. И вот здесь в рукаве блюдо, которое вы сможете приготовить, наверное, минут за 10. Вот ровно столько, сколько, в принципе, варятся яйца. Если у вас дома есть блендер, это вообще ничего вам стоит практически не будет. Значит, я попрошу Натальи тогда давай своим орудием, могу дать тебе поменьше, если хочешь. Да нет, побольше. Ладно. Будем резать яйца напополам. Если можно, давай мы сделаем так, я возьму тарелку побольше, если можно, на нее откладывать. Откладывать? Да, я так и хотел сказать. И ты можешь на нее откладывать. А осенью будем считать. Ты сюда белочки, а мне в белую тарелочку желточки. Давай. Пожалуйста, дайте мне желточки. Да. Вот. Значит, что мы будем готовить? Фаршированные яйца. Конечно, для любой хозяйки это не секрет. Но почему они у нас будут особенными? Потому что эти фаршированные яйца представляют собой смесь, внимание, дорогие друзья, филе сельди, так, желтка, соответственно, да? Да. Сыра, который я сейчас тоже мелко-мелко натру, соуса чесночного от торговой марки Слобода и кетчупа тоже от торговой марки Слобода. И вот эта ням-ям-ям-ям консистенция, естественно, будет перемешана в блендере. Этой консистенцией мы обратно затем заполним наши оставшиеся белки. Белки. Вот. И украсим это все... Маслинками. Оливками. Маслинками. Ну ладно, зато санчоусами. Вот. Поэтому я сейчас быстренько-пребыстренько натру сыр. Вот. И давай поговорим, Наталья, о том, что грядет. Что-то ведь грядет совсем скоро. Праздник большой, когда ты станешь. Большой. Вот. Я так понимаю, что уже каждый год приходится изощряться немножко, да? Чем удивить гостей. Вообще, я так понимаю, что ты любишь получать подарки. У меня балованы уже. Поэтому... Было когда-нибудь желание или мысль, знаешь, вот проснулась, ты говоришь, а что я вообще восточные танцы, может мне певица подастся, не знаю, там... Да, было, конечно. Меня все певицы так зовут пожизненно. А ты что же поешь? Никак не поддамся на эту провокацию. Хорошо же поешь, на самом деле. Да. Ну, танцевать... Всегда меня как-то соблазняло и занимало все мое время. И поэтому у меня не было возможности полностью посвятить себя пенью. Хорошо. Скажи тогда, пожалуйста, как по движениям можно определить, что вот буквально 30 секунд смотришь на то, как... Ну, давай возьмем, девушка танцует. Да. И вот чем движения, допустим, восточные отличаются от просто плавных движений? Ну, будем говорить, стрик пластики. Ну, ой. Что? На самом деле это не имеет ничего общего просто. Ничего общего не имеет. Но я, допустим, как обыватель, я могу посмотреть... Ладно, да? Ну, я сейчас телезрителям это все сообщаю. Ну, вот я смотрю, и вот вроде девочка вот так вот, если начнет делать. Это уже восточный элемент или нет? Нет, это девочка, которая думает, что она девочка и... А, девочка, которая думает, что она девочка. Что она девочка, и благодаря этому она уже может танцевать восточные танцы. Хорошо. Ну, смотри, в любом танце... Отлично! Мне нравится это шкварчане! Молодцы, ребятки! Ну, смотри, в каждом танце есть основное движение, да? Допустим, там вальс, раз, два, три, да? Там ча-ча-ча, раз, там, два, три. Какое основное движение тогда в восточном танце? Есть какое-то базовое? Я думаю, наверное, вот это вот бедрышко, ключик называется. Да, это основное. Вот это ключик? И раз, и два, и раз, и два, это ключик. Ой, а это не так легко. Это, наверное, просто основное, базовое, которое, в принципе, так это включается, когда слышишь какую-то музыку или где-то находится на восточной вечеринке, где вокруг тебя все помешаны и все на одной волне были дэнса, да? Вот я замечала такую привычку у всех. Чуть что сразу раз, два. Хорошо, с ключиком мы разберемся еще. С ключиком? Да, скажи мне, пожалуйста, давай тогда еще. Я сейчас буду голоден до названий интересных. Ключик, что еще есть? Бочка. Бочка – это как? Это я? Она тебе понравится. А, это я просто. Нет, бочка – это вот так. А, а что это бочка называется? Извините, почему это… Ну, так называется, по крайней мере. Такое красивое движение – это бочка. Значит… В русской школе… В начале ключик, потом бочка или без разницы? Ну, по желанию, по настроению. Смотря на сколько ты игривая. Здравствуйте. Здравствуйте. Мини-бочка. Мини-бочка. При моих-то объемах мини-бочка. Ладно. Ну, что? А, момент истины. Желточки, ребятушечки. Да, слушай, слушай. Все аккуратненько, вкусненькие вы наши. Кстати, желток – тоже полезная штука. У нас недавно просто тут на этой же площадке качок был, чемпион нашей страны многократной вообще такой. Качок вообще, я сказал бы. У нас камеры пришлось как бы расширять сразу, знаешь, он не помещался даже туда. Вот, Виталий Калестру сказал, что в желтках очень много полезных веществ и ингредиентов, которые плодотворно влияют на работу нашего сердца. Знаешь, я обожаю желтки. Вот белки как-то нет, а вот желтки прям. Далее, друзья, чесночный соус от торговой марки «Слобода». Живая еда. Как раз нам это очень-очень нужно для нашего наполнения. Вот, буквально чуть-чуть есть. Ну, этого чуть-чуть, поверьте, будет очень даже достаточно. Я потом сыра, значит, туда. Да, его на самом деле надо немного. Я так натер, что-то, знаете, от души, что называется. Ну, нам не жалко. Да, нам не жалко. Все равно, знаете, на кухне у любой хозяйки потом продукты, которые остаются, они все равно входят в меню следующего блюда. На следующий день. Да. Вот. И кетчуп, который у нас богат витамином В и С. Здесь так и написано. Вкусно. С ароматной зеленью. Мы это вкусно сейчас сюда вдавим. Я сяду в кабриолет и сельдь, конечно, конечно. Подавай-ка рыбку. Прощу. Как старый добрый анекдот, когда Владимир Ильич Ленину ходоки. Владимир Ильич, рыбу специально для вас, для вождя. Говорит, откуда? Владивосток. Давно в пути. Говорит, семь дней. Нет, нет. Всего народу. Не хочешь я порезать хоть немножко? А я вот хочу посмотреть на способности моего блендера. Должен это все... Ну давай. Давай. Никогда я так сель еще не малую в блендере. Так, мы тут начинаем шуршать не по-детски. А, что? А, все. Значит, вытаскиваем из блендера, точнее сам блендер, вытаскиваем теперь из блендера все содержимое. И этим будем наполнять наши белки, которые без желтков. Здесь пока еще такие одинокие. Вот. Давай, я тогда закончу с этой штукой. Угу. Спасибо большое. Я ее убрала. Так, ну что, да. Отлично сделала, что убрала, потому что у нас здесь, если вы обратите внимание, уже такая карамелизированная масса. Все почему? Потому что изначально stir-fry, вот это вот технология китайская, жарь, помешивая масло, они даже добавляют воду, вот доводят как раз овощи до такого сладкого, карамелизированного вида. И вот это все мы будем подавать с рисом, который у нас практически уже готов. Какие у тебя планы тогда получается на этот год? Весна, так сказать, пришла. Весна пришла, плавно переходим в лето. Да, то есть у тебя как-то плавно как строится. То есть помимо сейчас вот поездки, которая намечается в Индию, и ты еще думаешь и размышляешь ехать, не ехать. А мы говорим тебе всем каналам РТР Молдова ехать. Пожалуйста, да, мы тебя будем ждать и с удовольствием послушаем истории из Индии. Что для тебя весна, лето, то есть это много работы, это подготовка к каким-то, возможно, концертам. Весна, лето, это всегда много работы, потому что, как ты знаешь, у меня день варенья, соответственно, и концерт сразу хочется сделать, потому что как-то время и зрители, скажем так, публика ждут чего-то. Вот поэтому весна это всегда такой трудогаллический период. Период. Я так сейчас и думаю, что же, куда? Куда сейчас ее занесет? Ну, а после этого периода всегда идет приятное лето, то есть переход в поездки, в море. Отпуск ты когда успеваешь себе брать? Ты его берешь обычно летом или берешь наоборот? Нет. Когда получится? Я такая натура, люблю лето, поэтому, когда лето наступает, я сразу хочу в отпуск. Я с весны уже хочу в отпуск. То есть ты уже сейчас, в принципе, стоишь здесь на кухне и уже хочешь в отпуск? Да, да, да. Я вот такой человек, мне нужно немножко почувствовать солнышко, и я вспоминаю, что вообще-то пора. Так, ну что, уважаемые наши телезрители, вот такое вот сытное блюдо, посмотрите его как много, у вас получится с морепродуктами по системе stir-fry. Вот, можно подавать с рисом, ну, конечно, лучше морепродукты подавать с рисом, так сказать. Это, пожалуйста, это вам. Вот, можно так еще приукрасить красиво, то есть уже украшение. Главное, чтобы украшение было съедобным, то есть туда болтики, шпунтики и какие-нибудь металлические предметы бросать не стоит, потому что, опять же, по этике поварской все, что у вас на тарелке, это все кушается. Поэтому, придя даже в какой-то высокого уровня ресторан, все, что у вас на тарелке, в принципе, это все кушается, то есть оно придает еще какие-то определенные вкусы, а послевкусие дает, да, то есть где-то что-то, наоборот, выравнивает, очищает, так сказать, ваши вкусовые рецепторы. Вот, сегодня мы приготовили большое-большое это блюдо, вот оно с рисом. И сейчас вот Наталья как раз я покажу, уберу здесь лишнее. Сейчас вот фарширует, наполняет белки массой из сельди, желтков. Внимание, чесночного соуса слобода и кетчупа слобода. И теперь внимание, смотри, ты сейчас просто волшебница, я эту остаточную массу у тебя заберу, и вот теперь у нас есть специальные оливки с анчоусами. Давайте так, поскольку все любопытно, о боже, это, наверное, так дорого это. Друзья, это все на большой компании, посмотрите, как много. У нас тут еще риса много осталось, у нас еще осталось полсковоротки, даже больше, здесь можно кушать и кушать. Вот. Оливки с анчоусами внутри, они идут как украшения. Ну почему украшения? Это вкусняшка. Нет, да, ну я к тому, что всегда нашим телевизорителям кажется, что блюда, которые мы, знаешь, придумали, и особенно там, допустим, морепродукты. Это сразу же блюда из сегмента дорогие. Я вам скажу так, вот этот коктейль морепродуктов, он стоит, по-моему, до 60 леев, набор такой, да. Но, во-первых, получится, это же не обязательно готовить каждый день, то вы можете приготовить как раз в воскресенье, допустим, как сегодня. Вы можете, если ждете гостей, быстренько приготовить по этой же системе такое вот блюдо, даже побольше, чуть-чуть взять. Вы можете вместо, допустим, тех же самых морепродуктов использовать любое другое мясо, если вы, к примеру, не держите пост. Наталья, спасибо тебе огромное. Значит, я благодаря тебе сегодня в нашей программе научился, во-первых, готовить стир-прай с рисом и фаршированные яйца, опять же, с такими великолепными ингредиентами от торговой марки «Слобода». Я узнал-таки, наконец-таки, что твои движения можно как минимум, я могу разобрать на бочку, на ключики, на тарелочки. Вот. Вот. И все это, как бы, я думаю, на слуху у всех наших телезрителей, потому что у кого есть бечь, да, подвал, все знают, что такое бочка и тарелочка. Особенно ключик, а бечь, видите, не так легко найти. Вот. А это все вам, посмотрите. Bon appetit. Готовое блюдо и резюме на все про все, уважаемые наши телезрители. Вообще. И посмотрите, сколько этого всего получилось добра. И вкусно, и много. Вкусно. Да. Сегодня ушло из копилки РТР Молдова 324 лея. Вот. 324 лея. Вы можете, конечно, пойти в ресторан, и у вас буквально на одну такую порцию или на две уйдет, наверное, где-то летчиков 200. Вот. А здесь, посмотрите, здесь еще риса кушать, не перекушать. И вот этого блюда у нас тоже кушать, не перекушать. Да. Спасибо тебе огромное. Я желаю тебе так удачи и успеха. Обязательно езжай в Индию. Мы ждем тебя с нетерпением, чтобы ты привезла. Ну, конечно, специи, ладно, это наши меркантильные цели. А вот, чтобы ты привезла настроение и эмоции прямо оттуда. С наступающим тебе днем рождения. Я думаю, что мы еще обязательно встретимся. Все. И, может, какое-то четвертое есть еще движение? Хочешь пальчиками волнушку ставить? Давай. Ну, все, это домашнее задание. Ладно, попробуйте сами. Я, если что, возьму вилочкой и ложечкой и ножичком все вместо этих пальчиков. Спасибо тебе огромное. Вот. Вам тоже приятного аппетита. И знайте, что мы всегда готовы подарить вам настроение, немножко улыбнуться, рассказать о чем-то интересное, приготовить вкусное блюдо. Всем пока. Спонсор показа – торговая марка «Слобода». Спонсор показа – «Ханса». «Ханса» – «Гуден аппетит». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в attic. До новых встреч!